Ну что, наконец-то мотоблок появился у меня на участке Привез на участок Сейчас буду пробовать землю, которой уже 10 лет, наверное, может 15 лет Никто не пахал Здесь росли кустарники, трава, непонятные деревья Ну вот он, мотоблок, зверь Я уже его завел, прогрел Сейчас стандартная насадка на нем Стандартные фрезы Буду пробовать на разных передачах Какая будет скорость, как он будет себя вести Единственное, не поставил крылья Но это пока пробный обзор Потому что будем мы все равно снимать, ставить колеса Короче, не будем говорить, поехали Жесть, конечно Жесть Титанический труд, я вам скажу, господа Ааа, поскакал Ну тут дорога, что ли? Идет хорошо, да? Но где-то закусывая, да, все не идет больше? Короче, когда вот так не дергается мотоблок Ну слышно то, что масло переливается Скорее всего при транспортировке масло попало в голову Вот сюда сейчас вот скрутим свечку, пропрыскаем И должна проблема закрыться Свечка вся в масле И вот сейчас вот Ооо, что это такое? Слушай Нифига себе оттуда льется Кажется, я понял, в чем это дело Надо при перевозке закрывать крантик Скорее всего вот это положение Надо закрывать крантик и все будет огонь Ну, блин, все равно Обалдеть, перелило Все в бензине Полностью Свечной колодец в бензине Из-за этого нельзя было дернуть Сейчас покажу, как плюется Заводится только с газом Причем с полной Это же Ямаха, блин Субтитры сделал DimaTorzok Вес надо наперед Веса надо Вторую Вторую передачу И также газ пол И включаем Мы уже повеселее Уже повеселее идет По крайней мере, крутится быстро Так Убавляем газ И сейчас включаем Быструю передачу И первую скорость Так, стоп Почему-то Не переключилось Ну, также медленно крутится На Быстрой передаче Не на пониженной А если включить вторую Почему-то соедает Ну, крутит очень быстро Но проскальзывает ремень Крутится очень быстро Но я понимаю, что Все-таки это целина Пахать можно Но ему тяжело Ремень проскальзывает Все-таки Это вот Самая максимальная скорость Самая максимальная скорость Пашки Раскальзывает ремень Посвистывает Но, тем не менее Паша Так Газ убавляем Включаем заднюю передачу И сейчас поедем мы Вперед Вот так И поехали Газ в пол И на первой передаче Не, он Неинтересно Паша Неинтересно Я бы не сказал Что очень тяжело им работать Но такое чувство Что надо все-таки Наперед Не зря вешают гирю Потому что Он всплывает И работаешь наискосок Нет, все-таки нет На первой передаче И на быстрой скорости Вот так все-таки веселее Да, вот так Но очень-очень Не опасно Опасно Вот все-таки Какую-то передачу подобрать Ну-ка все-таки поставлю Понижено Снова поставлю Понижено И в полный газ На первой передаче Нет Ну он вообще Еле Еле идет Еле идет Я не знаю Для чего такая скорость Дать Таскать грузы Какие-то Ну вот Вторую снова Ну вот На второй И на пониженной В принципе Оптимально Я считаю Ну по крайней мере Вот он В принципе Не Как-то легко Руки Конечно Дрожат Ну нужно Учитывать На минуточку Что Здесь Селена Кстати Местами Прямо чувствуется Видно Когда тяжело Ремень Проскальзывает И Крезы Не крутятся Но Зното Тебя не переворачивает Если бы Они не прокручивались То Мне кажется Меня бы Перевернуло Да Вообще Флезы Проскальзывают О Поскальзав Я не профессионал Этим делом Я занимаюсь Первый раз Все Вообще Фриза Не крутится Вообще Не крутится Вообще Не крутится Перестало Крутиться Обалдеть Все что ли Ну Ну Кстати Еще Какая Проблема Включаю Первую Передачу Он Почему Не Вот На Такой Вообще Невозможно Работать Блин Вообще Не крутится Я так думаю Подозреваю Что надо Подтягивать Подтягивать Просик Потому что Ну что Он Вообще Перестал Работать Не На первой На первой И на пониженной Вообще Не работать Вот Поехали Вот так веселее О Да Веса бы Вперед И тогда Был вот так Уверенно Вышел О Да Уж Ощущение Жесть Конечно Жесть Титанический труд Я вам скажу Господа Поскакал Ну тут Дорога Что-ли Был Да Уж Если честно Я думал Это будет Все Намного Приятнее О Опять Поскакал Обалдеть Это я работаю Полный газ Да Да Уж Не Вот на первой Вообще Ни о чем Вот на первой Просто Просто Не крутится Ну вот Это вроде Включил Непониженную Передачу И на первой Скорости Вроде как Помедленнее Как будто бы даже Помощнее Но Нет Блин Неужели Это так сложно А? Это жесть просто О Ремень Блин Ремень А Нет Ну да На второй То он летит Но Я так понимаю Это вот для Прямо для Чтобы была Паханная Уже Земля Да уж Титанический Труп Блин Реально Ох Курья Май Да уж Блин Что-то трещит Короче Это Вот эта коробка Она меня конечно Ай Блин Скажите Господа Неужели Это так вот Так вот Мучаются люди Сейчас Кучу Ге Какwide А Я Не An Если competing Или 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 ole Блин, что я делаю не так? Неужели это так? Не просто, блин. То ли земля такая. Вроде земля-то чернозем. Здесь раньше была конюшня. Большая. Давным-давно в этой деревне. О, выскочил. Но я думаю, все-таки у меня опыта нету. Из-за этого он выскакивает. Если приноровиться, плохо что-то он выскакивает. И вот так тихонько, тихонько-тихонько поработаем. О, опять полетел, блин. Ну, по идее, его вот так надо. Но вот он козлит. Я же понимаю, что вот так двигатель работать не должен. Он должен все равно находиться в горизонте. И из-за этого надо морду нагружать все-таки. Да, надо что-то делать. Потому что вот это реально мучение. Я не знаю. Но работать можно. Даже одной рукой. То есть, его под... Вот этот шпиль, вот этот вот, это как тормоз. И вот он. Подкидываешь легка, и он идет тихонько и зарывается. Ну-ка, проедусь по вспаханному. Сколько я вот здесь сейчас сделаю? Ладно. На сегодня нужно заканчивать. Что еще мне не нравится? Убавляешь газ. Ну, может быть, это нормально. И он глохнет. И почему-то он не заводится, как я считаю должен. То есть, завел. Вот не заводится. Но газ, как только газ поворачиваешь. Опа! Все, завелся. Ну, может быть, это нормально, как техника безопасности. Мало ли он что-то. Газ, и все, он глушится. Может, все-таки это нормально. Надо просто к этому привыкнуть. Что чуть-чуть газ открыл. И... И завел. Ну что? Мотоблок испробован. Выводы сделаны. Честно, я, честно, немного расстроился. Я думал, это будет все-таки как-то в кайф, что ли. Без особого напряга. Но, тем не менее, я знаю, куда двигаться. Что делать дальше. И все-таки вот этот мотоблок, ну, мне так кажется, что вот работать под сильнее, если еще это глинистая земля, я думаю, это будет очень тяжело. Я вот сейчас вот при вас пробовал, работал на разных передачах, и как он себя ведет, как выпрыгивает из земли. Ну, как минимум, надо его вот здесь вот нагружать. Не знаю, килограмм, наверное, сорок. Так, минимум, прямо, чтобы вот он, вот на этом конце, он был тяжелый. По-другому. Одним словом, будем пробовать. Мотоблок купленный, вся навеска к нему куплена. Все будем тестить, все будем пробовать. Сейчас, в данный момент, стояли на нем фрезы. Стандартные, даже не увеличенные. Я не знаю, как он себя поведет с увеличенными фрезами. По целине точно нет. Ну, как минимум, это будет мощная нагрузка на трансмиссию, на сам мотоблок. И еще, что мне не понравилось при перевозке, у нас была проблема. Это со свечкой. То есть, обязательно нужно закрывать крантик. Прямо закрывать его. Потому что бензин каким-то образом перетек в поршневую группу. И, ну, ее нельзя было провернуть в сторону. Вы все видели сами. А так, в принципе, все огонь. Мотоблок проверим сейчас масло. Уровень масла, кстати. Я переживал, что бензин перетечет в масло каким-то образом через поршня. Нет, все-таки все хорошо. Ну что, будем работать. А вы пишите в комментариях, что я делаю не так. Да, я честно опробовал мотоблок. Попробовал поработать на нем именно по целине. Вы сами все видели. Причем у меня нет опыта. Но я вам скажу, господа, но это мучение. Руки дрожат. Короче, все видео. Выводы сделаны. Я уже договорился с техникой, которая приедет и профрезирует мне землю. Пусть это будет первый раз они это сделают. А потом последующий будет уже обработка мотоблоком. Ну, а впереди у нас все-таки это приспособы, которые куплены. Еще я заказал дополнительный модуль, чтобы можно было на нем ездить. Подключение руля именно к мотоблоку, чтобы можно было косить, ездить на нем. Короче, тестим дальше все эти приспособы, все эти насадки, как они работают. Но, что касается самого мотоблока, как именно перекапывать, я думал это намного проще. Но тестим дальше и самое важное, работаем на участке в кайф.